Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня за новогодним настроением с ёлкой и за новогодними подарками для детей и для взрослых я пришла в русский магазин, магазин русских продуктов. Но на самом деле здесь продукты есть из Украины, из Беларуси, но то, к чему мы привыкли и почему скучаем, находясь здесь в Турции. В Турции прекрасная еда, но кое-что не хватает. Скучать будете, как вы думаете, по селёдке, по салу. Так вот, я вам расскажу, покажу, что можно купить здесь у нас в Чешмеле, в Чешмеле самый русскоговорящий посёлок Мерсина. Здесь люди живут у меня уже много-много лет, 10, 8, 5 лет постоянно. Много лет не были там в России, в Украине, не знают, уже забыли, как выглядят русские продукты. Но, тем не менее, приходят сюда за пельмешками, с заржаным хлебушком, за гречкой, за салом и за всем прочим. Итак, давайте посмотрим, что же мы можем здесь приобрести вкусненького. В отличие от всех магазинов, которые есть в Мерсине, вы можете видеть вот такую запись с Новым Годом, такую вывеску. Ура! Итак, заходим, смотрим. Есть у нас здесь пельмени, пельмени с курицей, с говядиной, вареники с картошкой, с грибами, что ещё есть? Сырники, раки, раки, варёные, готовые уже. Ой, какой большой, если вот любите с пивком. Не турецкий продукт раки, понятное дело, но они уже готовы, в микроволновочку разогреть или в духовочку. Есть вареники с картошкой, есть пельмени с телятиной. Делается здесь пельмени, по крайней мере, здесь в Турции по российской технологии. Ну, что ещё? Почему мы скучаем? Ну, семечки у нас есть. Так, вот, вот, интересно, квашеная капуста, огурчики, помидорчики, сгущённое молоко. О, вот это, кстати, эссенция уксусная. Так, кетчуп, майонез, но здесь не очень. Прянички, прянички у нас тут есть. Есть овсяные печенья. Вот такие сухарики. Так, что ещё? Желатин. О, семечки, кстати, в Турции нету вот таких маленьких семечек? Это русские. Это русские семечки. Конфеты. Так, дальше. По-взрослому пошли. Ну, как говорится, икра заморская, баклажанная, кабачковая. Есть у нас здесь сосисочки, есть колбаски, курочка. Давай посмотрим, что ещё есть. Это индюшечка, да, у нас? Курятина. Отлично. Это индейка. Отлично. Вот такая вкусняшка, красота, потому что, ну, ничего не могу сказать про турецкий плохой продукт, и кроме того, что колбаса у них, ну, не колбаса, ну, не похожа на нашу колбасу. Топлёное масло. Это горчичка. Сметану разобрали. Сметану разобрали. Сметану, творог быстро разбирают. Домашний майонез, горчица. Так, во, тоже классная вещь. Крупы различные, фунчозы, овсяная мука, отруби, кукурузная мука, ржаная, ячменная, пшеничная, сухари для панировки, манку я беру для своих детей, солод, если вы будете делать, квас, мука гречневая, перловка, горох, гречка и греча зелёная, мак, семена льна, отруби, так, горох колотый, овсяные хлопья, пшёнка, пшёнка, сколько всего вкусного у нас тут есть. Так, что ещё? Есть различные коробочки и конфеты. Да, конфет сейчас я дойду. Так, ну маски у нас везде продаются. Есть чечил, есть копчёный чечил. У нас есть сырые косички, но они не такие. Есть типа адыгейского сыра, есть рыбка, рыбка вяленая, не вижу какая. Ждём 28 декабря новый завоз сало-селёдка, ребрышки копчёные, копчёное сало, солёное сало. Много-много всего будет вкусного, поэтому приходите к нам в Чешмели. Напротив комплекса Лепарис-5 находится этот магазин. Русским по белому написано, не ошибётесь, ржаной хлебушка. Вот смотрите, ржаной хлебушка какой замечательный. Вот такие вкусные конфеты я возьму своим детям обязательно. У них уже распасованы по пакетикам украинские, белорусские, российские конфеты. О, каракумка, сейчас мы достанем. У вас такое есть? У вас, наверное, такое есть. Вот такое, наверное, вам знакомо. Ой, а мы по такому соскучились, давно не видели. Так что, если вы приедете жить в Мерсин, то вы голодные, без селёдки и без сала не останетесь. Есть здесь русское сообщество, русские любимые продукты. Берегите себя, всех люблю, обнимаю. Увидимся в Мерсине. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok